Всем привет! 15 марта, утро. Дети в школе, в саду. Но дома всё равно очень-очень шумно. Поэтому, если в середине видео будете слышать детские крики, смех, не пугайтесь. У нас сейчас всегда дома шумно. Вообще, Наташ, наверное, ты не с этого начала. Вообще, наверное, надо начать с того, куда мы пропали и где мы делись. Меня, наверное, сильно не снимают. Я сейчас немножко такой уставший. Ой, сейчас я вам покажу кошку вначале. Покажу, подниму вам настроение. Вот такой вот красавицу-кошку. Правда, она никому не подпускает, не даётся гладить себя. Мы активно сейчас занимаемся помощью. Помощью, то есть, причём вся семья, Ярослава и мы. У нас постоянно дома кто-то ночует, постоянно кто-то живёт, даже уже живёт. Вот. За это время через нашу квартиру прошло около девяти семей. А, убирай, убирай луну с этого, со стола, да. Она у нас, кошечка такая, там цветочки просто девчонкам дарили на 8 марта. И она прям активно хочет их погрызть. Вот, вот такая вот. Красавица. Так, в общем, мы никуда не пропали, мы просто безумно-безумно заняты. Безумно заняты, а когда появляется хоть какое-то свободное время, мы уже к тому моменту безумно уставшие. Да, и спим. Просто, да. Ну, я не знаю, может кто-то думает, что мы где-то пропали, где-то просто перестали снимать. Но немножко дело выглядит иначе. Мы помогаем всем, чем можем. На данный момент это волонтерство. То есть можешь показать, какие у нас есть спальные места. Кровать, которую мы планировали. Хорошо. Не выбросили. Разложен, всегда разложен диван. Куча вещей. Да, ребята сегодня уезжают. Все нормально сегодня. Не буду показывать голову ребенка. Ребенок, семья сегодня уезжает во Францию. Наверху у Славки, не буду показывать, там матрас и второй еще надувной, но мы его еще не надули. Славы дома нет. Слава не живет уже больше недели дома. Почему? Потому что она уехала к хозяину нашей квартиры, к владельцу нашей квартиры. Они тоже хотят помогать, поэтому мы сделали такую рокировку. Они освободили ей комнату. И Слава живет теперь в скотниках возле школы, 3 минуты от школы. И ей так удобно, и нам удобно. А свое поддашье большое 30 квадратов. То есть как бы она освободила для тех, кому нужней. Сейчас там на поддашье живут две девчонки. Одна сегодня тоже уезжает в Испанию, вторая с кошкой. С котами очень сложно найти, вообще с животными очень сложно найти жилье. На самом деле очень сложно найти жилье, поэтому они живут у нас. Так, что планируем снимать? То есть мы планируем дальше снимать. Вообще, если честно, уже не было желания. У меня, по крайней мере, не было желания. Но Виталик сказал надо. Нужно показать, где что находится, где что можно сделать. Чем вы можете, даже просто элементарно вы, чем можете быть... Полезным, не знаю. Да, у меня уже только польские слова в голове. Вот, чем вы можете быть полезным. Где нужны руки, где нужно просто какое-то слово. Где нужно помочь купить билет и тому подобное. Вот. Так, что еще хотелось сказать? Еще хотелось сказать, что через YouTube, через Instagram находят очень много людей, которым нужна помощь. И половина как раз тех, кто останавливался у нас, это были как раз либо кто-то, кто смотрел когда-либо, кто натыкался на наши видео. То есть как раз вот именно люди из YouTube и из Instagram. Поэтому не пятизвездочный отель у нас, извини, перебивая. Но всегда можем принять кого-то без проблем. Пишите, звоните. Всегда есть крыша над головой. Либо в крайнем случае, естественно, поможем найти в меру возможности. Понятно, что Польша сейчас трещит уже по швам, на самом деле. Особенно Краков, потому что Краков это первый город такой крупный возле границы. Куда мы размещали людей, честно, вот абсолютно разные. И в костеле. Сейчас на самом деле Варшава, Краков и Вроцлав, ну такие три основные города, которые на себя приняли. Весь удар. Весь удар. Весь удар. Основное количество приезжающих. Поэтому пишите, может быть, кому-то сможем помочь. Будем очень рады. Да, потому что на самом деле, даже если вы планируете приехать и снять квартиру, здесь тоже, наверное, про это тоже надо будет снять видео, потому что здесь тоже очень много лохотрона. Очень много сейчас нюансов. Очень много появилось обмана с работой, с снятием, ну, чтобы снять квартиру. В общем, очень много, видимо, активизировалось разных людей. И некоторые, ну, не будем их называть мошенники, но некоторые люди пытаются на этом заработать. Но наше видео не об этом, все в Польше в порядке, все всем помогают. О поведении беженцев я сниму отдельное видео, там все отлично. Я только о мошенниках сейчас сказал. Да, поэтому не слушайте никого, то есть все здесь в порядке, все здесь хорошо. Всегда все помогут, все подскажут. Незнание языка это тоже не проблема, потому что сейчас крайне много волонтеров. Причем в юридической сфере, в сфере того, что помогут изъясниться элементарно. Да, даже пройтись по тем или иным инстанциям, то есть все-все помогают. Все, не будем записывать очень долгое видео. Сейчас будем помогать ребятам тоже собираться. У нас девчонки едут сейчас в аэропорт, будут уезжать в Испанию. Семья уезжает во Францию, за ними приезжает автобус. Хотели тоже лететь, но, к сожалению, не получилось. Поэтому будем в таких коротких видео информировать, как, что происходит сейчас на данный момент. Поэтому всем мира, мирного неба над головой и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok